В 20 веке стало известно, что существует субъективное расщепление реальности в мультиверсе. Чтобы вы понимали, мультиверс – это гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных, включая и ту, в которой мы находимся. Макс Тегмарк предложил эксперимент под названием «Квантовое бессмертие». Он проходит так. Человек садится перед ружьем, которое направлено в его голову. Это необычное ружье. Оно присоединено к механизму, который измеряет спин квантовой частицы. Каждый раз, когда дергают спусковой механизм, измеряется спин квантовой частицы или кварка. В зависимости от результата измерения, оружие либо выстреливает, либо нет. Если квантовая частица при измерении имела спин, вращающийся по часовой стрелке, оружие выстреливает. Если кварк двигался против часовой стрелки, выстрела не будет. Тогда произойдет только щелчок. Нервничая, человек вздыхает и дергает спусковой механизм. Оружие лишь щелкает. Он тянет спусковой механизм снова, щелкает. И снова щелкает. Человек продолжает нажимать спусковой механизм снова и снова с тем же самым результатом. Оружие не выстреливает. Хотя все функционирует должным образом и ружье заряжено, независимо от того, сколько раз участник эксперимента активирует спусковой механизм, оружие никогда его не ранит. Этот процесс будет продолжаться вечно, а результат повторяться сколько угодно раз. Теперь возвратитесь на время к началу эксперимента. Человек нажимает на спусковой механизм в первый раз. И измерения показывают, что кварк вращается по часовой стрелке. Огонь от выстрела. Человек мертв. Но подождите. Человек уже тянул спусковой механизм первый раз. И бесконечное количество раз после того. И мы уже знаем, что оружие не стреляло. Как человек может быть мертв? Человек не осознает, но он одновременно жив и мертв. Каждый раз, когда он нажимает на спусковой механизм, Вселенная дробится на две. Она продолжает разделяться снова и снова каждый раз, когда активирует спусковой механизм. Этот мысленный эксперимент называется квантовым суицидом. Он был впервые изложен теоретиком из Принстонского университета Максом Тегмарком в 1997. Ученый утверждает, что экспериментатор, играющий в русскую рулетку при помощи квантового револьвера, будет всегда оставаться жив. В то же время, сторонний наблюдатель с высокой вероятностью зарегистрирует смерть экспериментатора. Хотя Макс Тегмарк абсолютно не сомневался в верности мультиверсного объяснения, эксперимент он не проводил. «Со мной-то все будет в порядке», – сказал он в одном интервью. «А вот моя жена Анжелика останется вдовой». Мысленный эксперимент никогда не выходил за рамки воображения. Не проводился в действительности. Квантовый уровень – мельчайший уровень материи, который удалось обнаружить во Вселенной. Материя на этом уровне бесконечно мала, и фактически невозможно изучить ее, используя традиционные методы научного исследования. Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok